15 лет сегодня отмечает организация, объединяющая самых молодых, энергичных и бодрых духом. 17 февраля 2005 года в России возродили движение студенческих отрядов. Ульяновское отделение сейчас насчитывает почти полторы тысячи бойцов, причем направления их деятельности расширяются год от года. Ребята работают вожатыми проводниками, участвуют в пассивных и уборочных по всей стране. А минувшим летом у них появился еще и медицинский отряд. Но лучшее движение в стране, отмечает ширина и дирана, сегодня строим завтра на земле. Для Алевтина и Романа будущих педагогов гимн РСО не просто песня, а целая жизнь. Лето, море, солнце, первая трудовая деятельность и крепкие дружеские связи со сверстниками со всей страны. Как боевые награды на красивом кителе, снаружи знаки собственных заслуг. Внутри, у сердца, память о тех, с кем посчастливилось поработать вместе. Роман участвовал летом во всероссийском конкурсе студенческих отрядов, где ульяновская команда, кстати, заняла призовое третье место. Самое прям яркое-яркое было, как мы ездили с ребятами из отряда на мыс Фиолента в городе Севастополь. Мы там поплавали на каяках, потом на катамаране, просто впечатление было море. Хочется туда вот вернуться снова и снова. Приятное с полезным вот уже пятый год совмещает и Алифтина. Бесценный для личной и будущей профессиональной жизни опыт воспитания детей она постигает в летнем лагере на Черном море. Работает вожатой. Захотелось попробовать чего-то нового, узнать о новых горизонтах вожатства, и поэтому я пришла в РСО и стала бойцом педагогического отряда. В этом году Алифтина заканчивает вуз и автоматически теряет статус студента. Это, впрочем, не помешает ей остаться активным бойцом студенческого отряда. Ведь у свойственных молодости желание учиться, заводить новые знакомства, путешествовать и, самое главное, быть полезным, нет возраста. По дальним знаниям войдем с тобой в бойцовках, напрямую к успеху проложим наш маршрут. Если потерял меня, тогда ищи на фотке, я счастливый, там внизу хождей, труд-крут.